За решеткой в зале суда шесть молодых людей, еще одна девушка в наручниках в сопровождении конвоя. По материалам уголовного дела в конце 2016 года обвиняемые вступили в структуру преступной организации. Они занимались распространением наркотиков. Делали закладки в различных районах города Рязани и области, закладки наркотических средств в различных размерах, крупных партиях. Вот забирали потом, распасовывали в дальнейшем тоже для сбыта, для незаконного сбыта, раскладывали в различных местах. Довести преступление до конца члены преступной организации не смогли. В конце 2017 года их задержали сотрудники полиции. В преступной группировке было 15 человек. В отношении семи из них была избрана мера пресечения содержания под стражей. На заседании судья приняла решение меру пресечения не менять. До заключения под стражу все подсудимые, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, официально трудоустроены не были. Следовательно, у них не было постоянного источника дохода, не было официальных средств к существованию. В результате чего они занимались такой незаконной преступной деятельностью. В связи с этим суд посчитал, что оснований для изменения в отношении них меры пресечения на иную, более мягкую, скажем так, не связанную с изоляцией от общества, не имеется, поскольку они, по мнению суда, могли бы продолжить заниматься аналогичной преступной деятельностью. Подсудимые останутся под стражей до 2 октября. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, Телекомпания «Город». Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, Телекомпания «Город».